Это новости на государственном телеканале Западная Армения. Здравствуйте! В этом выпуске Крик армян. Арцах продолжает бороться за реализацию своего права на самоопределение. Арей Карутюнян. Бурдж-Хамуда. Армянский город в изгнании. В Мардине, в Западной Армении, обнаружен подземный город. Следующая неделя в Тбилиси будет посвящена событиям 107-й годовщины геноцида армян. Армянская община Грузии. С 18 апреля стартует национальная библиотечная неделя. Сегодня день рождения Даниэла Варужана. Вы еще не позволили мне высказать всего, что я видел за свои 18 месяцев страданий. И все же мне нужно высказать всему миру то, что видели мои глаза. И то, чего никто еще не видел. До такой степени, что выслушав меня, человечество побледнеет от ужаса и перо эмигранта сломается о бумагу. Я видел бесконечные и скорбные шествия молодых и старых, женщин и детей, сцены разлуки и войны, застывшего в небе Бога, людей на земле, превращенных в мир диких зверей. Море крови и преступления, бурная река, вытекающая из трупов. Я выжил, чтобы на четырех сторонах мира услышались стоны тысячи отрезанных горлышков от моего горла. Чтобы из глубины моих глаз вспыхнуло пламя помощи, криков, молитв, мести, сияющих в угасающем взгляде тысячи армянок. Статья полностью доступна на нашем сайте. Президент Республики Арцаха Райк Арутюням принял членов ученого совета Арцахского государственного университета. Были обсуждены вопросы, касающиеся региона. Президент Арутюням рассказал о предпринимаемых шагах. Арцах продолжает бороться за реализацию своего права на самоопределение, не прорывая процесс независимого государственного строительства, сказал президент Арцаха. Также были обсуждены вопросы, связанные с социально-экономическим развитием. Проблемы в научно-образовательной сфере и проблемы в общественной жизни. Расположенный на восточном берегу реки Бейрут Бурдж-Хамур является одним из самых динамично развивающихся городов Ливана. Город был основом пережившими геноцида армян в начале 1930-х годов. Армянские беженцы, спасающиеся от резни в Османской империи, впервые нашли убежище в палаточных поселениях в 1920-х годах. Однако после постоянного давления со стороны землевладельцев армянской организации стремились купить землю в Бурдж-Хамуде и планировали построить для этих людей новый дом. То, что должно было стать временной, скоро стало родным. В Мардине, в Западной Армении, был обнаружен подземный город, относящийся ко II веку, где есть места поклонения, водоемы и подземные ходы. В медиате, напоминающем музей под открытым небо, посетители погружаются в волшебную атмосферу. Два года назад в провинции были начаты раскопки для обнаружения подземного города. В результате раскопок был обнаружен тоннель длиной 100 метров 49 помещениями, часть из которых является культовыми. Подобных примеров подземных городов в разных регионах Западной Армении много. 24 апреля исполняется 107 лет со дня одного из самых ужасных преступлений против человечества. Перед посольствами Турции во многих цивилизованных странах мира проходит демонстрации с требованием признать Турции свою кровавую историю, осудить преступления, совершенные ее предками, и привлечь к ответственности по международному праву. Подобные мероприятия проводятся в грузинской столице с 2005 года, а митинг перед посольством Турции проводится каждое 24 апреля. 24 апреля члены армянской общины Грузии организуют шествие, а маршрут факельного шествия, ставшего традицией, изменится. Конечно, точкой станет памятник Хачкар в Тбилиси, посвященный геноциду против армян. С 18 по 25 апреля армянская библиотечная ассоциация проведет в Армении неделю национальных библиотек, которая в этом году посвящена стал 25-летию со дня рождения великого поэта Яише Чаренца. Первая ежегодная профессионально-культурная неделя прошла в 2002 году. Областные общественные профессиональные университетские библиотеки республики будут участвовать в неделе со своими отдельными программами. В эти дни в библиотеках пройдут встречи, презентации, книгу, уроки поэзии, выставки, профессиональные экскурсии по библиотекам Армении. Закрытие недели и поведение итогов состоится 25 апреля. Даниэл Варужан родился 20 апреля 1884 года в провинции Себастья в Западной Армении. С 1896 года продолжил образование в Константинопле. Варужан видел следы резни, устроенные султаном Хамидом. Одним из преследуемых в те времена был отец поэта. Сутью творчества армянского поэта 20 века Даниэла Варужана стала стихия восхваления красоты, силы и труда. 24 апреля 1915 года Варужан оказался среди интеллигенции и общественных деятелей, арестованных турецкой полицией. 26 августа он был зверски убит в результате организованного заговора. Хотя жизнь Варужана оборвалась в юном возрасте, он создал поэзию большого социального содержания. Далее для вас армянская народная песня. Полная версия доступна на официальном ютуб-канале Западной Армении. На этом я с вами прощаюсь. Оставайтесь с миром!